Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео хотел бы поговорить о такой важной настройке робота TradeRinger как Equity Protector. Вообще Equity Protector создан для защиты нашего депозита от просадок, то есть например если выставить Equity Protector на 30 процентов, это означает, что если во время торговли просадка дойдет до уровня в 30 процентов, робот закроет сделки в минус, мы получим при этом на депозите минус 30 процентов, но избежим дальнейшей просадки и дальнейшей потери денег. Если вы следили за состоянием рынка в пятницу 14 июня, то наверное заметили, что после красных новостей по американскому доллару, доллар стал расти, а другие валюты по отношению к доллару стали падать. Например вот этот график отображает движение по паре евро-доллар. И этот тренд нисходящий продолжался по сути всю пятницу до конца дня. В моей команде Equity Protector сработал у трех человек, у одного партнера он был выставлен на 30 процентов, это был реальный счет, произошла потеря 30 процентов депозита, у другого партнера он сработал на 50 процентах, но это к счастью был демо-счет, и еще у одного партнера он сработал на 60 процентах, это также был реальный счет, партнер просто не успел увеличить Equity Protector, все произошло слишком быстро. У меня изначально Equity Protector был выставлен на 60 процентов, но просадка все росла и росла, в результате я увеличил Equity Protector до 90 процентов, и как видите максимальная просадка достигла аж 74 процентов, то есть если бы я оставил Equity Protector на 60, то он бы сработал, я получил бы минус 60 процентов от депозита. Поэтому встает важный вопрос, какой же все-таки Equity Protector ставить? Я обратился за разъяснениями к нашему ведущему специалисту Андрею Библиеву. Андрей рекомендует при консервативных настройках использовать небольшой Equity Protector 20 или 30 процентов, если же мы используем агрессивные настройки, то он рекомендует ставить сразу на 100, потому что при агрессивных настройках робот очень даже легко может набирать 60, 70 и даже больше процентов. Его нужно ставить либо небольшим процентов 20, ну самым максимум 30, либо вообще не ставить, потому что фишка маленького протектора, то есть он может защитить от больших просадок, и при этом он быстро его может бить за 1-2 недели максимум. Вот 50 процентов отбивать, это нужно 100 процентов прибыли заработать, то есть он может чисто там месяца 2-3 из него выходить из этой просадки. Поэтому как бы ну очень как бы этот опасный ставить такой протектор. Вот я как бы как рекомендую, кто торгует по консервативным настройкам, никто боится потерять. Ну вот соответственно они ставят 20 процентов. Есть такие люди у меня, которые торгуют по консервативным настройкам, но они понимают, что у них очень большой запас хода, и они тоже не ставят QT протектор. Вот. А на агрессивных настройках, либо умеренных настройках, вообще QT протектор ставить смысла не имеет, потому что там по умолчанию такие просадки, ну, бурут. Как бы то есть на умеренных настройках, как бы то есть на умеренных настройках, там, ну 20-30 процентов, как бы она, ну вот я проверял, где там может быть там, ну как минимум 2 раза в месяц она будет случаться, как бы, вот, то есть там 20-30 процентов это рабочая просадка. Вот, поэтому вообще я раз всем рекомендую торговать на консервативных настройках, потому что, ну, как-то на агрессивных слишком опасно, то есть, ну, игра с огнем, вот, вообще всех, ну, заставляя переходить на консервативное, ну, либо сами люди переходят после того, как в просадке, бывает какой-нибудь мощный, сам я, что нафиг мне тут, короче, нужен такой эмоциональный всплеск, говорит, лучше на консервативных аккуратненько сидеть, торговать и не переживать. А так, кто все же торгует на агрессивных, мы рекомендуем лучше не ставить ЭКВТ-протектор, потому что 50 процентов тоже закроется, и это неприятно. То есть лучше торговать полным депозитом, как бы есть вероятность того, что все-таки он может, сможет выбраться из этой просадки и перекрыть этот убыток в хороший плюс в будущем. Вот, но если вдруг ушла еще более глубокая просадка, то тут два варианта есть. Первый вариант, если у человека есть возможность пополнить, и он хочет спасти депозит, то он пополняет его, естественно, до тех пор, пока из просадки он выйдет. И второй вариант, как бы, если у него возможности нету, да залить, то можно поставить, попробовать замок, открыть хержерующую сделку, то есть для того, чтобы высвободить маржу. То есть когда у человека уже уровень маржи приближается к стоп-ауту, соответственно, можно по паре, где большая просадка, открыть сделки процентов на 20-30, например, от количества лотов в обратную сторону и уровень маржи пролично освободиться. Андрей рекомендует в три консервативных настройках использовать небольшой ЭКВТ-протектор 20 или 30 процентов, потому что в том случае, если ЭКВТ-протектор сработает, то робот, в принципе, за 2 или 3 недели сможет эту просадку компенсировать. Но если мы используем более агрессивные настройки, то ЭКВТ-протектор тогда лучше сразу ставить большой, например, 100%. Да, при этом мы рискуем уже практически всем депозитом, но при этом даем роботу больше свободы действий. А как мы видим, в случае такого большого движения рынка робот очень легко может доходить до 70-80% или даже больше процентов. Также полезно наготове держать дополнительные резервные деньги, чтобы в случае приближения просадки к критическому значению, в случае необходимости долить счет и уменьшить просадку. Даже если резервная сумма составляет всего 10% от вашего депозита, это тоже может спасти ситуацию. Итак, при консервативной торговле используем ЭКВТ-протектор небольшой, 20 или 30 процентов. При агрессивной торговле используем сразу максимальный, 90 или 100 процентов. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok